Всем здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как создать обложки для вечных сторис. Вечные сторис у вас отображаются вот здесь в шапке профиля Instagram. И вы можете сделать такие тематические подборки сторисов, но чтобы они смотрелись у вас красиво, мы сейчас создадим с вами обложки. Итак, для этого мы используем сервис Canva. Заходите на сайт canva.com. Если вы еще не зарегистрировались, укажите имя свое. Тут деятельность можете для себя выбрать. Начать работу. И, соответственно, вам нужно ввести имейл, ваш пароль для сервиса, нажать кнопку, что вы не робот и зарегистрироваться. Вам на почту придет письмо. Нужно будет подтвердить вашу почту. И потом с теми паролем и логином, которые вы здесь указали, нужно будет войти в Canva. Соответственно, вы входите в Canva, и это у вас главный экран, где вы выбираете дизайн необходимый. Так как мы будем создавать обложку для сторисов, нам нужно выбрать истории Instagram. Можно нажать здесь, а можно нажать сюда создать дизайн и истории Instagram. Это экран редактирования нашего дизайна. Для того, чтобы создать обложку, нам нужно рассмотреть три элемента. Это фон. Какой у вас будет фон у обложки вечного сториса. Потом декоративные элементы в виде вот такой полоски окантовки круглой. Примерно так же, как вы выкладываете, когда новый сторис в Instagram, вокруг вашего логотипа появляется красный контур. Мы сделаем такой же красный контур для наших обложек вечных сторисов. Ну и непосредственно третий дизайн элемент наших обложек – это логотипчик, который будет говорить людям о том, что же скрывается за этой обложкой. Давайте выберем вначале фон. Нажимайте плюсик. Если вам не хватает этой палитры, нажмите плюсик и выберите понравившийся цвет. Желательно выбирать какой-то легкий светлый фон. Соответственно, я выберу такой, но можно оставить и белый. На белом тоже будет отлично смотреться. Итак, следующий элемент – это декоративный круг. Давайте перейдем в раздел «Графика», «Элементы», «Графика» и в поиске наберем «Круг». Нам поиск выдал шаблоны различные в конве. Здесь есть как бесплатные, так и платные шаблоны. Смотрите внимательно. Если вам очень сильно понравился платный шаблон, конечно, можно купить его без проблем. Но мы сейчас будем использовать один из бесплатных шаблонов. Вот такой вот кружок. Вам не нужно растягивать этот круг на всю ширину холста. Вот так вот делать. Иначе этот круг у вас выйдет за вашу обложку вечных сторисов. И не будет вот такой красной окантовки. Соответственно, вам нужно оставить такого размера, который он изначально и был. Если он у вас немножко другого размера, к примеру, меньше, больше, на глаз просто делайте так, чтобы он занимал вот такую вот площадь у вас. Отлично. Теперь нам нужно выделить этот круг и поменять цвет. Цвет мы меняем. Уже знаем где. Если нам палитры это недостаточно, а нам нужно красный, мы ползунок передвигаем вправо и выбираем какой-то красный яркий цвет. Вот так вот отлично сойдет. Все. Это у нас базовый дизайн такой для всех наших обложек. Смотрите, у вас может быть там несколько обложек и вы можете сделать их в одном дизайне. К примеру, вот так вот это будет фон такой и декоративный элемент в виде круга. И вам нужно сделать, к примеру, четыре обложки. Соответственно, мы сделали уже подготовительный элемент и копируем четыре раза эту страницу. Все. У нас есть уже четыре подготовленных дизайна и осталось на каждый из них вставить логотипчик. К примеру, это будет у нас обложка для сториз из путешествий. Пусть будет она представлена самолетом. Ищем в поиске канвы самолет. В графике находим какой-то понравившийся бесплатный элемент. Вставляем его. Видите, он выходит за размеры круга. Чтобы нам пропорционально сузить, уменьшить этот элемент, нам нужно зажать кнопку Alt на клавиатуре и потянуть за один из углов. Соответственно, мы сжимаем этот элемент и вписываем его в наш круг. В принципе, все. Вот в базовом варианте это уже готовая обложка для ваших вечных сториз. Давайте сделаем еще второй. К примеру, пусть это будут сториз из свадебного путешествия. И они будут в виде сердечка. Сердце. Тоже выбираем бесплатный. Помните, зажимаем Alt. Если мы не зажмем Alt, то изменение размеров будет у нас происходить только с одной стороны. Чтобы пропорционально, Alt зажимаем и сужаем элемент. Соответственно, когда мы центрируем элемент, канва нам подсказывает где центр. Такими направляющими линиями. Все. Два дизайна у нас создана. Вы делаете сколько вам нужно. И потом нам нужно скачать эти обложки. Для этого нажимаем скачать. Выбираем PNG. То есть он уже выбран у нас по умолчанию. И вы можете выбрать все страницы скачать сразу. Тогда скачается архив в виде ZIP. Вам нужно будет его разархивировать. Либо, если вы не хотите мучиться с архиватором или какие-то проблемы испытываете, тогда скачивайте по одной страничке. Просто выделяете страничку. Готово. И скачать. Все. Ваш дизайн вашего вечного сториса скачивается. Вы сохраняете файл. Не забудьте только, куда сохранили этот файл. Обычно это папка загрузки на компьютере. И осталось только загрузить эту обложку в ваши вечные сторисы в Instagram. Продолжение следует.